Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Один из наилучших способов использовать свое время — в молитве. Но это утверждение истинно, только если вы молитесь правильно. Не замечательно ли было бы, если бы у нас был всего один отрывок Писания. Не длинный отрывок, не несколько глав, но один небольшой отрывок Писания, который научил бы нас с Божьей перспективы и слов самого Мессии, как молиться. И если бы мы могли понять это, а мы можем, и если бы у нас хватило смелости применить это к нашей жизни, это было бы нечто такое, что произвело бы революцию, изменило бы, преобразило бы нас. И вот что мы имеем в этом отрывке из Священного Писания. В Евангелии от Матфея в 6 главе мы имеем молитву Господню. Многие из нас могут повторить ее наизусть. Но вопрос в том, действительно ли мы понимаем ее? Понимаем ли мы, почему эти слова находятся здесь? И применяем ли мы их в своей жизни, чтобы наша жизнь действительно преобразилась через силу молитвы? Итак, с этими словами возьмите свои Библии и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея в 6 главу. Евангелие от Матфея в 6 главу. Итак, мы начнем с 9 стиха. Мы начали этот стих на прошлой неделе, где есть повеление, и именно это повеление от Мессии. Посмотрите внимательно на этот отрывок. Итак, мы читаем здесь, молитесь же так. Это не предложение, он говорит нам, именно так, вы должны молиться. И все наши молитвы, а мы можем молиться о самых разных вещах, но все наши молитвы в конечном счете должны быть согласованы с этой истиной, с этими целями, с этим откровением. Это то, как мы молимся, о чем мы должны молиться, и откровение, которое нам нужно иметь, когда мы молимся. Поэтому он говорит еще раз, 9 стих, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. А почему здесь написано Отче наш? Во-первых, и прежде всего, мы много раз говорили об этом, концепции Отца, что должно приходить нам на ум, обеспечитель. В молитве мы обретаем Божье обеспечение. Если вы не тот человек, который верно молится, то в плане обеспечения не ожидайте многого. Но когда мы становимся посвященными, если вы возглавляете какое-то служение, вы лидер общины, какой-то группы по изучению Библии, поймите, как важна молитва. Потому что вы, как лидер, одна из главных вещей, о которых думают люди, занимающиеся руководством, это ресурсы. Достаточно ли у меня денег? Будет ли наша организация выполнять свои финансовые обязательства? И один из способов, которым это достигается, это молитва. Когда мы молимся, мы можем ожидать Божьего обеспечения, если мы молимся правильно. И вся наша цель в сегодняшнем изучении посвятить этот урок тому, чтобы научиться эффективно молиться. Молитесь же так. Отче наш, Сущий на небесах, Он наш обеспечитель, Отец-обеспечитель, но заметьте, Сущий на небесах, и я перевожу это очень буквально. Тот, кто на небесах, Он выше нас. Это говорит о Его авторитете, но также, Он находится в другом измерении. И поэтому мы не обращаемся к Нему за помощью, как просто к другу. Мы не думаем о Нем, как просто о нашем брате, или папе, так сказать. Но Он наш Отец, который находится на небесах, этот термин «небеса» должен немедленно внушить нам уважение. Так же и Отец, но наш Небесный Отец, Он требует и заслуживает большего уважения. Итак, наш Отец тот, что на небесах, и тогда мы что-то говорим. «Да святится имя Твое». Слово «святится» — это старое, древнеанглийское слово для чего. Что ж, слово, которое мы видим там, это слово «свято». Мы говорим здесь «свято имя Твое». Это означает, что Бог — это Бог, у которого есть цель. Святость всегда видится связанной с целью. Это также связано с освящением. Освящение — это отделение для определенной цели. Поэтому, когда мы говорим «свято имя Твое», «да святится имя Твое», то мы говорим вот что. Божий характер проявляется в нашей жизни через Его цели. Только тогда, когда наш характер будет подобен Божьему, тогда и только тогда мы будем подготовлены для целей Бога. Поэтому одна из вещей, которым учит меня эта молитва, когда я прихожу к Богу, мне нужно молиться, «Боже, я хочу отражать Твой характер, Твои качества, Твою природу, то, как Ты ведешь себя. Я хочу продемонстрировать эти же самые вещи в своей жизни». Это и есть моя цель. Если это не то место, где это начинается, тогда все разваливается. Итак, мы говорим «Боже, свято имя Твое». Продолжая, Он говорит «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Заметьте, одна из первых вещей, о которых Он говорит, это Царство. Не только то, что это Царство там, но мы хотим, чтобы оно пришло. И нам нужно понять это в двух аспектах. Прежде всего, это будущее исполнения. Мы хотим, чтобы Царство Божье было установлено. Это очевидно. Но мы также хотим, чтобы власть Царства, реальность Царства, сила Царства, характер Царства, были проявлены здесь. Вот о чем мы молимся. Чтобы все было приведено под власть Царства. Если кто-то болен, мы хотим, чтобы сила Царства была приведена в эту ситуацию. Сила Царства исцеляет, восстанавливает. Она испытывает то, что противоречит воле Божьей. И так да придет Царствие Твое. И заметьте, да будет воля Твоя. Между волей Божьей и установлением Его Царства существует неразрывная связь. И реальность Его Царства проявляется в той или иной ситуации. Поэтому, если я не заинтересован воле Божьей, здесь опять-таки остановитесь. Потому что вы лишили себя возможности действительно быть мужчиной или женщиной молитвы. Во-первых, и прежде всего, молитвы, которые будут помазаны Богом, на которые будет дан ответ Богом, Силы в Его могучем обеспечении, они должны быть связаны с Его волей. И так у нас есть цель Царства. И эта цель Царства всегда является проявлением воли Бога. Он говорит, да будет воля Твоя. «И на земле, как на небе». Одиннадцатый стих. Теперь, когда это, о чем мы искренне и объективно молимся, я хочу, чтобы святая перспектива была реализована в моей жизни, в этой ситуации, в этой проблеме, в чем угодно. Я хочу, чтобы проявилась святость. Я хочу, чтобы была дана власть Царства, эта сила. Я хочу, чтобы воля Божья была исполнена. Только тогда, когда у вас есть такое мышление, мы переходим к одиннадцатому стиху. О чем говорит одиннадцатый стих? Что ж, посмотрите на него внимательно. Он говорит, хлеб наш насущный, пищу. Не ждите, что Бог обеспечит вас. Не ждите, что Бог удовлетворит ваши потребности. Не ждите, что Он будет щедрым Богом, если вы не заинтересованы в святости, если вы не заинтересованы в Его воле и не преданы Его Царству. Когда мы говорим, о Его Царство, ну, когда оно придет, это прекрасно, но оно особо меня не интересует. Я на самом деле не понимаю этого. Это как бы чуждо мне. И я не имею с этим дела. О Его Цели? Нет, меня больше волнуют мои цели. Его характер? Ну, я просто сделаю все, что смогу. И пойду дальше. Когда у нас такое мышление, и позвольте мне сказать вам, оно такое у многих людей. Они не исследуют эту книгу, они не понимают эту книгу, они не знают, что Бог задумал, пророчества, над ним они как бы насмехаются. И когда вы находитесь в таком настроении ума, то Бог говорит, мой хлеб насущный, тебе придется искать его в другом месте. Я не собираюсь удовлетворять твои нужды. Я не буду отвечать так, как хочу, потому что мы отвергаем основополагающую истину. Почему Он спас нас? Почему Он сделал нас Своей семьей? 11 стих. Хлеб наш насущный, дай нам. Когда? Сегодня. Ищите Божьего обеспечения на сегодня. Поймите, что Бог, одна из причин, почему Он не дает, и мы говорим об организации, о служении. Я имею в виду, что редко кто смотрит и говорит, знаете что, сегодня 1 января, и у меня есть все, что мне нужно для этого предстоящего года. Бюджет уже наполнен. Мне не нужно об этом беспокоиться. Все ресурсы, они уже обеспечены. Так не происходит. Мы боремся в молитве и через нее, чтобы Бог восполнил что? Завтрашние нужды? Нет, говорит Он. Дай нам сегодня. Хлеб наш насущный. А потом Он говорит что-то еще. Если мы хотим получить это обеспечение, да, мы должны быть людьми, которые заботятся о воле Божьей. Но есть и другой аспект. И это отношение с Богом. Отношение, которое устанавливается прощением. Никогда не недооценивайте прощение, силы прощения, и то, что прощение делает для других, когда вы прощаете их, и когда вы, когда вы были прощены Богом. Прощение, это прекрасно. И поэтому Он очень ясно говорит в этом отрывке, 12 стих. «И прости нам, долги наши, наши неисполненные обязательства, и это относится к греху, как и мы прощаем, должникам нашим». Итак, те вещи, которые мы не исполнили в отношении тебя, те вещи, которые являются неправильными, которые мы имеем в нашей жизни против тебя, Божия, или других, мы просим прощения. Но этого прощения не будет для нас, если мы не будем готовы к чему? «Простить наших должников, тех, кто поступил с нами нехорошо». Так вот, одна из вещей, которая происходит, и я понимаю, что это трудное утверждение для некоторых, но выслушайте его, это очень важно. Ничего не происходит в вакууме. Все, что происходит, имеет отношение к провидению Божьему. Либо Бог является причиной этого, либо Он допустил это. И если Он это допустил, то только ради определенной цели в вашей жизни. Итак, допустим, кто-то делает мне что-то недоброе. Со всеми нами это бывает. Несчастье, иногда именно я, именно вы, мы совершаем недобрые поступки. Но в данном случае кто-то сделал мне что-то недоброе, нехорошее. Итак, Бог позволил этому случиться. Я не говорю, что Он сам это вызвал, но Он позволил этому случиться. И Он позволил вам осознать это. Вы уже поняли, что этот человек был недобр к вам. Этот человек согрешил против вас. Этот человек чем-то обидел вас. Тот факт, что вы осознаете это, имеет цель и помазание для чего? Чтобы вы могли простить этого человека и помнить о прощении, которое Бог дал вам. Нам нужно жить так постоянно, потому что мы постоянно в этом нуждаемся. Мы должны помнить о Божьем прощении. Поэтому, когда кто-то поступает со мной недобро, кто-то грешит против меня, первое, что я делаю, это говорю себе, «Что ж, Боже, тот факт, что ты допустил это, и то, что ты заставил меня обратить на это внимание, означает, что мне нужно помнить, как сильно я тебе обязан, как сильно я нуждаюсь в твоем прощении». Значит, Бог может использовать этого блага, чтобы напомнить мне о том, что он говорит здесь. Мы должны быть прощающими, и когда я вспоминаю об этом, мне становится намного легче прощать людей. Не то, чтобы «О, я вынужден их простить», но то, что он говорит здесь, «Если я не хочу прощать, я не получу его прощения в конкретной ситуации». Речь не о спасении, не о том, что мы теряем наше спасение, но когда мы ходим в непрощении, это оказывает неблагоприятное влияние на нашу жизнь. Поэтому мы хотим прощать и испытывать Божье прощение. 13 стих, он говорит здесь, «И не введи нас в искушение». Опять-таки, это трудное утверждение, но мы должны его правильно понять, а именно, что Бог не вызывает искушения. Бог не говорит, «Я возьму этого человека, чтобы он поддался искушению согрешить». Это совсем не то, что говорит Писание. А говорит оно вот что, «Боже, не позволь мне». Вот смысл этого утверждения. «Не вводи меня в искушение, Боже. Не дай мне впасть в искушение. Огради меня от этого». Мы не хотим испытывать искушение, поэтому мы молимся Богу, «Боже, сохрани меня от этого часа искушения». Он продолжает, «Но избавь нас». Чего? От зла. Видите, как Писание действует вместе? Оно учит двум вещам. В предложении, «Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла» у нас есть что-то. Бог учит нас, что когда мы встречаемся с искушением, а это происходит с нами все время, аминь, мы испытываем это желание. Что-то происходит и провоцирует эту страсть, которую мы имеем к чему-то. Это может быть то или иное действие, но мы искушаем и сделать что-то. И Мессия хочет, чтобы мы поняли, что искушение приносит зло. Когда Он говорит, «Избавь нас от зла», Он утверждает, «Если ты подашься этому искушению, тогда ты не только делаешь зло, но и через искушение ты испытаешь зло. Если подашься ему, вы делаете зло, и вы будете получать зло». Так почему это так важно? Вот по какой причине. Когда я осознаю, что подавшись искушению, я не только делаю то, что является злом, но я и встречусь со злом. Мы будем молиться гораздо усерднее, чтобы, когда случится искушение, быть с людьми, которые быстро убегают от него. Поэтому здесь очень важный отрывок, когда Он говорит, 13 стих, «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, от зла, потому что твое есть царство». Теперь Он говорит нам о принципе. Как мне не испытать его? Или одержать над ним победу? Что ж, первое, о чем Он говорит, это о царстве, о том, что «Боже, у Тебя есть царство». Когда я подвергаюсь искушению, а это происходит с каждым человеком, и на самом деле верующие подвергаются искушению больше, чем неверующие. Почему? Что касается неверующих, они просто видят искушение как возможность. Мы понимаем, что это неправильная возможность. Это то, что противоречит Божьему замыслу, Божьему плану, то, что мы испытываем искушение сделать. И что? Где начинается разгадка победы над искушением? Бегство, конечно, но иногда мы слишком слабы, чтобы даже убежать. Так о чем же мы должны начать думать? Прямо сразу. О царстве. Когда я буду думать о царстве? Когда я буду думать о вещах царства? Вы знаете что? Я пойму, как бредны по сравнению с этим, как ничтожны, как фальшивы, как испорчены вещи этого мира. Итак, когда мы имеем дело с искушением, искушение — это получение чего-то от мира. Запишите это. Сделайте заметку об этом. Все искушения — это получение чего-то от мира, либо мирскими путями, либо тем, что мирское само по себе. И когда мы испытываем искушение, нам нужно начать делать именно то, что говорит это местописание. Ибо твое есть царство. Боже, у тебя есть царство небесное. И это царство, и все, что связано с этим царством, намного лучше. Все эти фальшивые вещи — это подмена. Они испорчены, они обманывают, они являются ложью. Я хочу получить царство. Я не хочу довольствоваться имитацией. Я не хочу довольствоваться тем, что скоротечно, что в конце концов приведет меня к тому, что я буду чувствовать себя хуже и полностью опустошенным. Нет, я хочу чего-то такого, что принесет удовлетворение. А что это? Обетование. Царство небесное. Поэтому он говорит здесь, твое есть царство, а что дальше? И сила. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни была сила царства, станьте сосредоточенным на царстве. Вот так просто. Вы хотите силы царства. Думайте о вещах в соответствии с царством. Когда вы стремитесь к царству, хотите принести в эту ситуацию характер царства, реальность царства, авторитет царства. Когда это ваша цель, что он говорит здесь? У него тоже есть и сила, ибо твое есть царство и сила, и когда эта сила проявляется, проявляется сила царства, каков результат? Что он говорит дальше? И слава. Ибо твое есть царство, сила и слава. На какое время? Вот в чем разница. Навсегда. Аминь. Поверьте, это правда. Вот что значит аминь. Верьте этому, потому что это правда. А теперь вывод для нас. Я нахожусь в моменте искушения. И что мне делать? Я начинаю думать, чем это враг меня искушает? Что он обещает? Чем он соблазняет? Это ложь. Это поделка. Она приведет меня в пустоту. И какое бы удовлетворение я не получил, оно временное. Оно придет и уйдет. И в конце концов это приведет к тому, что мы узнали в предыдущем стихе. Это произведет зло. Когда я поддаюсь искушению, я приглашаю зло в свою жизнь. Вот что говорит здесь Мессия. Но когда я думаю о царстве, у меня есть доступ к силе, и эта сила проявит Божью славу. Это благословение за верность. Слава Божья проявляется. И что он говорит? Он говорит здесь не только об этом, но и о том, что оно навсегда. 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, говорит он, то и я прощу, кто это я, простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Какое важное утверждение, что мы должны быть людьми, которые действительно прощают по своей природе, прощают быстро, потому что если мы этого не сделаем, то наше отсутствие прощения будет иметь неблагоприятное воздействие на нас. И осознайте кое-что, то что он говорит. Причина, по которой он заканчивает эту молитву таким образом, заключается в том, что наши отношения с другими людьми настолько важны в наших отношениях с Богом. Разрушенные отношения, конфликты с другими людьми, я имею в виду, что мы знаем о браке, это говорит о том, что когда мужчина, муж, находится в ссоре со своей женой, нет исцеленных отношений. Писание говорит, что это мешает его молитвам. Что же, да правда, но поймите, когда я не в ладах с другими людьми, это также влияет на мою молитвенную жизнь. А теперь, что дальше? Времени у нас не хватит, но взгляните коротко на 16 стих. В 16 стихе мы видим, мы говорили о молитве, как молиться, а теперь о том, с чем оно имеет дело. Он говорит о посте, и мы кое-что видим. Мы видим, что пост и молитва всегда идут вместе. Видите ли, в некоторых греческих рукописях говорится о посте, но нет слова и молитвы. Если вы посмотрите на древний текст, текстус рецептус, в нем действительно есть пост и молитва. Почему? С еврейской точки зрения, с точки зрения культуры, библейски говоря, никогда не бывает поста, который не связан с молитвой. Почему? Видите ли, если мы постимся так, что я просто не буду есть, мы не постимся, мы просто сидим на диете, вот и все. Это вообще никак не связано с духовностью. Нет, пост, не вкушение пищи, всегда связано с нашей молитвенной жизнью. Пост и молитва идут вместе. Я пощусь, потому что это повлияет на мою способность молиться. Я не буду доверять своей плоти, потому что моя плоть будет истощена, потому что я голоден, я опустошен. Нет, пост требует, чтобы я полагался на дух, а не на тело. И молитвы, которые будут самыми помазанными, это не молитвы, которые мотивированы тем, или основаны на том, что естественно, а на том, что сверхъестественно. Итак, он говорит здесь, давайте начнем с 16 стих. Он говорит, «Так же, когда поститесь, и подразумевается, что мы должны поститься». Существуют общинные посты. Когда мы делаем это публично, мы собираем общину поститься, есть определенные дни. Например, на Пурим. Если вы не знали об этом, то это имеет отношение к книге «Сфирь». «Исфирь» мы знаем постилась три дня, и поэтому, прежде чем наступит этот праздник, когда мы вспомним о победе, которую Бог дал народу во дни Мордахея и «Исфири», в память об этом есть общинный пост, а в календаре есть и другие времена, в библейском календаре. И мы видим это в книге Захарии. Он упоминает о четырех днях поста. И эти постные дни также сопровождаются чтением Священного Писания и молитвой. Поэтому нет поста без молитвы. И мы увидим это в данном месте Писания. Еще раз, также когда поститесь, «Не будьте унылы, как лицемеры». И снова он говорит это. «Не будьте такими, как лицемеры». Имея в виду вот что, мы можем поститься неподобающим образом и в той же мере, в какой правильный пост будет производить великолепное и мощное изменение в нашей ситуации, в наших молитвах. Когда мы постимся неправильно, неправильный пост будет иметь мощное неблагоприятное действие. что-то, что не угодно Богу, что-то, что не будет исполнять свою цель. Именно поэтому так важно, чтобы мы научились правильно поститься. И именно об этом мы поговорим на следующей неделе, когда продолжим разбирать шестую главу Евангелия от Матфея, и узнаем больше из Нагорной проповеди, которая дает нам мудрость, чтобы мы могли жить ею. Что ж, на этом я закончу. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.